Меня зовут Вячеслав Бушуев. В свободное от музицирования время я работаю учителем математики. Это найдет тоже отражение в творчестве. Первая песня, это дань летним фестивалям. Она была написана на одном из фестивалей. Посвящена вечным спутникам этих самых летних выездов на природу. От их лица и поется песня одного из двух комаров, сидящих на гитаре. Какой шикарный нынче стол, похож снова в фестиваль. Час насыщения пришел, и мой комарат как в старе. Нацелим дружно хоботки, Наметим жертву и в пике. Хошь поэтессу реки, Хошь хахали ее в реке. Разнообразие через край, Кого сегодня только нет. О, здрасте. Того без майки не кусай. Так завещал еще наш дед. То, что течет в его внутре. Не пробуй, коль жизнь дорога. Вон ента, хлещет поутре. Для вдохновения? Ага. В панамке, девочка, лет пять. Шикарнейший аперитив. Летний скорей с рябиной звать. Наш малярийный коллектив. Сквозь фумитоксовый заслон. Сомкнул звенящий виды. Ребенок, бард, козел и слон. Лишь разновидности еды. Мы за поэзию с тобой. Поднимем хопатки не зря. Пусть фестиваль один деньской. С апреля ходит и декабря. Лесная шумная семья. Встречает музыка и рассвет. Звенит струна, как ты и я. Нам без искусства жизни нет. Спасибо. Без искусства нет жизни, а искусства нет без вдохновения. Следующая песня так и называется. Вдохновение. В ночи приходит вдохновение И не дает тебе усунуть. Ах, если б завтра воскресенье. Но завтра рано, на работу долгий путь. Оно нечаянно нагрянет. Когда его совсем не ждешь. И в поэтическом дурмане Ты пару строк чужих себе возьмешь. Стрелки часов незаметно крадут минуты сна. Ждет понапрасно тебе до утра в своей обеде кровать. У вдохновения с морфеем идет тысячелетняя война. В этом сражении никто не желает поступать. Сегодня ты не где-то что-то один. Ты поле битвы двух стихий. Пускай горит огнем работа. А утром веки не поднимешь, словно вирь. Ты растечешь все точно тесто. Листок из птиц сады держа. Ах, если вдохновенье во место Пришла соседка со второго этажа. Но стрелки часов незаметно крадут минуты сна. А он ждет понапрасно тебе до утра в своей обеде кровать. У вдохновения с морфеем идет тысячелетняя война. В этом сражении никто не желает поступать. Кричит петуха, наверное, где-то. И просыпается народ. А ты лежишь в лучах рассветных. Пудельник тратит понапрасну свой завод. Пусть опоздаешь на работу. Пусть даже премии лишат. Зато сумеешь вновь кого-то Подтешить парочкой стишат. Ну и одна из песен, связанных с моей деятельностью профессиональной, как учителя, отчасти. Песня, связанная со школой. Называется «Гастроль». Или «Восьмое манта». Там много собирательных образов, поэтому многие узнают персонажей из своих коллективов. Всевозможные совпадения, случайные, но закономерные. Артиста жизнь причудливая, пусть даже и любителя. Порой не угадаешь, где, когда и перед кем. В традиционный женский праздник я одним учителем. Вот в школу приглашу попить без проблем. И вот на сцену я иду, взволнованно, встревожено. Мужик с гитарой глядит друг к другу, дети говорят. Тут завуч с микрофоном представляет, как положено. Но микрофон заводится и глохнет первый ряд. Смотрю я, как положено. Тепло, доброжелательно. И пару слов по празднике, и пожелание всем. Притихли ненадолго, вроде слушают внимательно. А публика-то разная, такая, что совсем. А ниже этажом, в столовой все накрыто. Что надо запотело, что надо на плите. И на раздаче сливой ее давно стоит корыто. И нарезочка томится в тесноте. Я решаю, что нужно спеть что-нибудь нейтральное. Что б лирик и ее умор из разряда есть плюс. Беру аккорд, и тут заходит тетка капитальная. Настолько капитальная, что я таких боюсь. А рядом с тью дамочка, гогеном разрисована. Прическа цвета ржавчины, лиловый кардиган. А взгляд на сцену говорит, что обладатель ООНа во преслове БАРТ Готов достать из сумочки ногам. Я завершаю песенку лиричную, наивную. Дрожат в ромках у девушек букетики мимоз. Тут замечаю краем глазами за сцену дивную. Лицо в дверном проеме знаки делает за хвост. Мол, ниже этажом, в столовой все накрыто. Что надо запотело, что надо на плите. И на раздаче слюет давно стоит корыто. А вы тут занимаетесь не тем. Под женский праздник гульбище безумно и неистово. А также беспощадно, как и русский бунт любой. И с каждой минутой на меня все взгляды пристали. И с каждой минутой, если не хочу домой. Из неба до колготочки в глазах видана хмельная жизнь. Гогена порождение. Шасть ко мне во всей красе. А оно у меня выливается. И за гитару спрятавшись, я начинаю петь о том, Как здорово, что все. Вот как будто бы сначала начинается концерт. Вот песен снова спел немало, но конца веселья нет. Кто-то в пляс уже пустился с адреса, я делом зал. Вот по-английски я простился и вопросту сбежал. А сзади, за спиной, все пело и плясало. Умеет веселиться наш народ. Мне на прощанье тетка капитальная сказала, Что приходил попеть на Новый год. Моя родная, и небо было мало, ведь за мать. Затронули тему 8 марта, естественно, такая лирическая, связанная с женщинами. Поэтому следующей песней будет посвящение женщинам, Причем не просто женщинам, а посвящение независимым женщинам. Однажды сказали, что главное, что успеть допеть эту песню до последнего слова. Итак, посвящение независимым женщинам. Она говорит по-французски, Играет по-французски, Играет по-французски, Фигура ее в платье узком, Божественна, словно шартресс. Она говорит по-испански, Одета, как супермодель. На распродажах миланских знакома ей каждая дверь. Она идет, Ей глионы смотрят свет, Она идет, Самодостаточная взволника. Пусть штабелями, Мужики вокруг ей дела нет, Но каждый вечер она возвращается ко мне. Я взглядом слежу равнодушно, Как та, что сердца крошит всем, С улыбкой готовит мне ужин. Ну ладно, возможно поеду, Ну ладно, обнять меня можешь, И рядом посесть потерплю. Но если меня потревожишь, Возможно, что и отлуплю. Я поворотом головы отдам приказ, И будет все, как я хочу, А не наоборот. Так происходит каждый день и каждый час, Потому что я кот. И заключение своего выхода, Ну естественно, Новый год, Поэтому песня будет такая небольшая, Связанная с Новым годом, Называется она «Записка Деда Морозу». Совершенно-совершенно свеженькая. Постараюсь всю записку вспомнить целиком. Итак, записка Деда Морозу. Вера в чудеса и терпкий запах ели, Всех поздравил сам, Напитки зашипели, Пробили часы, Захлопали хлопушки, Мокрые усы, Разгар хмельной пирушки. Вот и Новый год, Веселье и кокетство, Вот и Новый год, На виг вернулись в детство. Вот и Новый год, Финал застолька близко, Жрет гирлянду кот, Под елочкой записка. Дедушка Мороз, Надеюсь, что не поздно, Дедушка Мороз, Прошу тебя я слезно, Мне огромных денег, Золота не надо, Ни машины, яхты, Гринфика и шоколада. Все, что ты привез, На прошлый праздник зимний, Забери с собой, Пожалуйста, в корзине, Главное, прошу, Чтоб с кучей всякой дребедень, Ты забрал с собой, Обратно всех оленей. Спасибо. Спасибо.